К счастью, все купились, когда я сказал, что Фрэнк мёртв, и я избавился от тела. Так что на своих похоронах Фрэнк блистал отсутствием. У мафии есть привычка устраивать важным людям грандиозные похороны, на время которых люди забывают всяческие разборки друг с другом и с покойником. О мёртвых или хорошо, или ничего. Любой гангстер вам это скажет. Как минимум на похоронах. Не только Сальери и наши ребята произносили длинные речи о своём лучшем друге Фрэнке, но даже Морелла и другие гангстеры. Морелла и Сальери плакали друг у друга на плече, как будто и не пытались день назад вцепиться друг к другу в глотки. Фрэнк бы в гробу перевернулся, если бы действительно был мёртв. В общем, всё оказалось не так уж и страшно. Только пришлось сочинить кое-что насчёт семьи Фрэнка. Сальери, конечно, хотел помогать бедной вдове своего лучшего друга до конца её дней. Я же не мог ему сказать, что на самом деле они сейчас с комфортом отдыхают в Европе. Томми, даётся мне, что неприятности ещё не кончились. Прокурор, что чуть не использовал против нас Фрэнка, продолжает копаться в дерьме. И я слышал, что у него даже есть свидетель. Похоже, что этот советник, чьего сына ты застрелил, отчаянно жаждет мести. Прокурор его хороший друг. Если мы не задавим это в зародыши, проблемы появятся вновь. Звучит довольно паршиво. Что ещё хуже, этот парень никому не доверяет. Он хранит все свидетельства против нас на своей вилле. Сэм и Полли в этот самый момент занимаются свидетелями. А ты заберёшь эти доказательства, Том. Как же попасть туда? Ну, сегодня у нас есть великолепная возможность. Господин прокурор решил посетить театр. И никого больше не будет дома. То есть, никого, кроме охранника? Конечно. Но его кабинет будет пуст. Его вилла в квартале миллионеров. Господин прокурор на самом деле не бедный парень. Спасибо, Луиджо. Твоей единственной заботой будет попасть туда. Но вокруг виллы будут охранники. Как только залезешь внутрь, будешь в безопасности. Дом пуст. Кабинет прокурора на втором этаже. И там, в стене, должен быть сейв. На дело возьмёшь с собой Сальватора. Этот парень вскроет любой сейв в Америке. Забирайте все доказательства и уходите, пока прокурор не вернулся. Окей, босс. Где я могу найти этого Сальваторе? Он будет ждать тебя в Хобокине. На углу рядом со стадионом. Так что сможешь подобрать его по дороге. Мне не нужно говорить тебе, как важна для нас эта работа Томми. Бона Фортуна. Я буду стараться, босс. И, Томми, если ты всё же наткнёшься на прокурора, ни в коем случае не убивай его. Это лишь добавит нам проблем. Вы можете положиться на меня, босс. Ч-ч-ч-чего ты хочешь? Т-привет, Т-Том! Добрый вечер, Винченце. Сегодня ночью мы собираемся совершить небольшую кражу со взломом. Мне нужно что-нибудь тихое. Томми, добрая старая бита, вот что нужно. Если ударить кого-нибудь по голове сзади, он довольно долго не будет тебе мешать. Для полной гарантии возьми ещё вот этот кольт 1911. Я скрещу пальцы, чтобы тебе повезло, Томми. Спасибо, Винченце. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Жди здесь. Иди тихо и делай, что я тебе говорю. Жди здесь. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. За мной. Иди сюда. Иди сюда. За мной. Жди здесь. За мной. Жди здесь. За мной. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Продолжение следует... Ну, показывай, на что ты способен, Сальватор. Окей, шеф. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...